Добрый вечер, уважаемые любители женского баскетбола! Наша программа начинает новый сезон и сразу, как говорится, с места в карьер, а точнее во дворец игровых видов спорта, где буквально вчера, 30 сентября, завершился пятый юбилейный международный турнир на Кубок УГМК. Но прежде чем соревнования финишировали, им же надо было стартовать. Все логично. Вот мы и показываем, как это происходило. Ярко, красиво, с выдумкой. А еще следует заметить, что в этом году Кубок УГМК можно смело назвать Кубком Чемпионов. Потому что в Екатеринбурге собрались только победители чемпионатов своих стран. У ГМК Россия, Добрые Ангелы Словакия, Шапрон Венгрия и Лулио Швеция. А теперь ближе к паркету. Схема розыгрыша по принципу финала четырех. В первом матче словацкая команда одолела шведскую с результатом 78-66. А один финалист известен Добрые Ангелы. Кто же будет вторым? Ответ думается простой. Но игра есть игра. По сути, соперницы были в равных условиях. То есть не разогретые, не сыгранные и жадные до победных очков. И все-таки лисицы не стали размениваться по мелочам. И достаточно уверенно провели первую четверть. 23-13. А рывок на старте вообще 15-0. Во втором игровом отрезке Шапрон немного прибавил и, скажем так, слегка сократил отставание. В типичной предсезонной встрече все пытаются найти свою игру. Отсюда и много пробущенных мячей. Хотя во второй половине ситуация стала несколько лучше. Но процент реализации дальних бросков еще низок, так как мы находимся под нагрузками. Спору нет. Все сказано верно. Хотя цифры и результаты, понятия очень даже конкретные. И болельщику порою неважно, из чего складываются эти понятия. Играли, выиграли и движемся дальше. Короче говоря, после третьей четверти 18-7, а после четвертой 17-14. И все в пользу УГМК. Таким образом, 77-50 и оранжевая дружина Олафа Ланги выходит в финал. А венгерки сыграют в матче за третье место. Прежде всего, большое спасибо за приглашение на этот турнир. У ГМК великолепный клуб, великолепная команда. И они продемонстрировали это в первые три минуты игры. Мы пытались догнать, но было уже поздно. К тому же уступили в борьбе на счетах 33 на 48. Далее стремились следовать своей философии и своему рисунку игры. Но нам не удалось добиться лучшего результата. У нас в коллективе появилось много новых игроков, поэтому процесс становления еще не завершен. Но что касается главного матча турнира с Кошицы, то они наши большие друзья и очень хорошая команда. Состав у них, конечно, не самый боевой, но биться будет до конца. С самыми результативными игроками встречи стали Сандрин Груда 23 очка и 11 подборов, а также Жофия Симон. У нее 11 очков и 4 подбора. Сегодня была хорошая встреча. Мы очень много тренировались и показали все, на что способны в данный момент. Нам есть к чему стремиться и над чем работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Финал выдался скорее размеренным, нежели боевым. Маной правильно и вполне естественно, но не вкатились еще девчонки в процесс. Тем не менее, болельщики явно получили удовольствие от игры обеих команд. Сначала, как того и требует ситуация, на площадке доминировали хозяйки. А ближе к перерыву и после него добрые ангелы прибрали инициативу к своим рукам. Локальный эпизод не более того. От защиты играем, подбор. Поэтому, в принципе, физически может более-менее, а эмоционально еще, наверное, не на 100% далеко. Ну, это, как говорится, дело наживное. Очень скоро все встанет на свои места. А пока надо продвигаться вперед через вот такие турниры. Каковым и является кубок УГМК. Его лисицы выиграли и в этом году, когда взяли верх над добрыми ангелами с результатом 64-34. В матче за третье место Шапронт одолел шведскую Лулеву. Мы очень рады, что турнир закончился удачно для нас. То есть мы достаточно уверенно победили, выиграли две игры. Конечно, много над чем есть работать, как показала, и защита нашей нападения. К сожалению, может быть, что-то не получалось в полном объеме. Но это первая, грубо говоря, наша игра, когда мы действительно играем все вместе. И, опять же, нету трех игроков основных из нашей команды. Поэтому, что на данный момент получается, мы далеко тем не довольны. Мы думаем о том, что нам надо впереди делать очень много шагов, чтобы выиграть более большие трофеи, более важные и более значимые для нас. Хорошо, что мы начали с победы. Было интересно первые игры дома показать себя. Но это очень маленький этап к нашей подготовке. И мы стали лучше. И, надеюсь, мы в течение сезона докажем. У нас главная цель впереди – это чемпионат Евролига. Между прочим, Наталья Вьеру признана лучшей центровой соревнований. Ника Барич – лучший разыгрывающий. А девушка-вамп из Мартиники Сандрин Груда стала МВП турнира. Сердечно поздравляем вас, уважаемые лисицы. Тренерский штаб и персонал клуба тоже поздравляем. Я очень счастлив тем, что мы снова выиграли кубок УГМК. Надеюсь, эти матчи помогут нам войти в ритм перед стартом официальных соревнований. А по поводу финала, то в целом я доволен действиями своих подопечных, особенно в защите. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казани с Казаночкой, а 6 и 7 числа примут участие в розыгрыше Суперкубка в Бельгии. Все подробности ровно через неделю 8 октября. Болейте за лисиц и оставайтесь с нами.